Мовчить 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 Это уже называется по беспределу, как и все життя. Понимаете, мы все, вашу заявку внесем, собовязываем. Мы будем ее занимать. Что ты же мне напишу, я не могу. А где ты установишь там 230? Короче, а вы снимали это, да? А я так. А вы раздохнули это? А я в державном установке замахожусь. И вы приняли выполнение службового оборудования. Вы, значит, не в бане. Я это понимаю. Я просто хочу. Может, вы знаете... Баня? Баня? Что, баня? 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 За каждое слово мы ответим. На сегодняшний материал. На сегодняшний день. На сегодняшний день. За обязанность внести. И за обязанность направить внесене ДНРК. Мы просто проявляем, что вы тоже не проживаете. Мы понимаем, что это полезно в государстве, где Минюст приватный. Где президент не имеет государства, республики. Где нет территорийных громад, оформленных в соответствии до Конституции. Где не обликовано национальное богатство на граждане, как у поляки. Где война, где не оформленное национальное богатство между элегантами. Я понимаю, что вы працювать не будете. Потому что вы представляете какой-то склад в этой стране. Приватный. Потому что что приватная юридическая судьба, мы про это уже знаем. Прокуратура приватная, Минюст приватная. И суд будет антикорупционным. Он будет приватным. Его засунула одна человек. Не громада государства через начало государства, которую они заховали. А какой-то президент с начало администрации президента. Как судья, я сейчас проверю посвящение. А в ней начало администрации президента. Это кто такой государственный? Кто такая администрация президента? Какие в ней помоложения? Это же так, как и у вас. Мы просто проявляем, что на Бутове не працює. Нам этого достаточно. Из этого проведения я не хочу вам ничего дознать и прокомментировать. Это ваша личность. Мы знаем, что это у вас шаблон ответов. Они всегда, чиновники, так говорили. Это личность. А это не личность. Это юрист. Пойдите. Как вы думаете? Права в том, что мы в войне живем. И знаем, чего в Луганске есть. Мы знаем, чего мы воюем. Потому что у нас есть Конституция и Конституционный устр. Его не удостоверились установить. Но мы договорились олігархи, что напишут законодательство и будут его жить, как в Конституцию не попадают. А потом в какой-то момент оно не работало. Вони начали его порушивать. А когда они начали порушивать, то началась войнушка. Потому что частью Министерства и Министерства заместо Конституции и Громадян захотили одни олігархи, а частью – другие олігархи. У нас есть все. Вы не помогаете. Вы не помогаете. А вы ничего не помогаете. Я не помогаю. Я не помогаю. Я думаю, что вы в какой-то момент коммении разместно с вами говорите... Вы напоминаете? Хорошо. Это не многие годы. В какой-то момент своей памяти появляется сумма относительно правомирности ваших действий. И если вы будете прислушаться к тому, что говорят славяги, юристы, которые искали выходы на тих ladoсти, которые тепленько сидят... Вы знаете, именно так я и делаю. И сейчас я беспокоюсь. Ну, это мы на это исследовали. Спасибо, что вы пришли. Потому что не хочется, чтобы молодь убивала один одного, а выезжала из Украины. Мы все жили. Все мы, я с вами абсолютно хорошо. Для этого нужно защищать национальное богатство, чтобы была национальная безопасность. И безопасность приватной власти. А у нас ее нет. Видите, мы уже побачили это. Не случайно в Луганской области впливает. Вы смеете? Это, знаете, такое проявление этого сепаратизма. Мы его доведем. У меня, например, в Севериневске было 2,5 месяца. У меня в хате сепаратизма живет. Она у меня в хате, в Севериннику и даже в Донитовичке. Это то же самое. Это то же самое, но не захоплено. Я единственное, что захотелось. Это криминальный ступень. Это тоже сепаратизм. Если судья принесет на нашу пользу, мы пишем судью туда, пишем шкоду, тысячу или миллион, более чем 700 тысяч. И еще раз. И качаем. Пока вас там не накачается, столько, чтобы вы не перелекарите. Если вы попадете сюда. Умите? У вас туда напишем. Вы понимаете, что мы, слава Богу, за этих… Шкода, что никуда не делаешь. Правда? А что туда не делаешь? В добром понимании слова, что тот опыт, который был создан этими штучными войнами, а это настоящая война. Мы теперь разбираем, что у нас в Киеве происходит. Да, гибридно. Что у нас в Киеве происходит. И выход только один. И тут же, что не станет в Киеве. Я? Нет, не станет в Киеве. Нет. Да, нет. Иннокласский. Просто интересно. Потому что страны Украины ближе к Европе и мы вам расскажем, как Европа. Соответственно, я не могу ничего сделать. Мы не можем это увидеть. Ну, хотя бы так скажите, Сахарская Украина чемправия или Западная. Вам достаточно много тех, что против нас. 90 – 90. Бачите, какие везде люди. Громадяне, здаються, з первого разу, а работники говорят про предприятие Суспирство, про Зоро. Все про себя пишут, встаем простир Конституционный, который захищен на Конституции, так мне не будет никаких паспортных данных, они еще конституционные данные не дадут. Я в Север-Бенецке стою в паспортном столе, и вот СБУ стоит в черте паспортного стола, и мы еще там кажут, а я поспешаю, я сниму там, ага, стоп, отлично, мы с вами из Черези Стрима, и он вам зарассказывает, а я с Крыма, я оооо, это классно, сейчас я вам расскажу. Потому что я ему это рассказываю, а он говорит, как бы мы это все думали с самого начала, нужно обликувать, никогда две ножки не было, а еще и россиян нам бы помогли обликувать национальное богатство на Конституции, и он говорит, я уже так, с кого я в Север-Бенецке? Спасибо. Спасибо. Спасибо.